Приветствую тебя на канале Коварный Пересказ. Сегодня я расскажу тебе об индийском фантастическом фильме «Робот». Осторожно, впереди спойлеры. Гениальный ученый по имени Васигаран уже 10 лет создает антропоморфного робота с необходимыми для жизни в Индии способностями – драться и танцевать. Ему помогают два ассистента Шива и Рави. Он все время проводит в лаборатории, совсем забыв про свою девушку по имени Сана. Ученый хочет дать роботу свою внешность. Сана приходит в лабораторию, но Васи по-прежнему нет до нее дела. Она обижается и уходит. Ассистенты обучают робота полезным навыкам общения. Здорово, Мазурик! Приходят посылки с искусственной кожей. Наконец-то творение ученого завершено. Здравствуй, мир, я робот. Васигаран хочет посмотреть, как робот будет вести себя в социуме и первым делом знакомит его со своей мамой. Тебя клонировали? Отец говорит, что ассистенты с таким роботом ему больше не нужны. Кто же еще будет ежедневно чистить его? Васи предлагает маме выбрать для робота имя. Она предлагает назвать его Чити. На радостях Чити ломает телевизор, а затем они едут в парикмахерскую, чтобы облагородить Васигарана, который... Похож на святого отшельника. Пока шевелюры ученого приводят в порядок, Чити сканируют журналы и телефонные справочники, мгновенно запоминая всю информацию. Мой номер телефона 444-333-21. Как меня зовут? Здравствуйте, господин Петамбаро. Ученый едет навстречу с Анной, которая учится на врача. Однако она хочет официально расстаться с ним. В парке они возвращают подаренные друг другу вещи. Подписывай, и между нами все кончено. Прощай. Ва Сигаран говорит, что она должна вернуть ему 100 тысяч поцелуев. В процессе возврата долга девушка тает, и начинаются танцы. Полицейский говорит, что машина припаркована неправильно, и просит Чити дать ему на лапу. Но тот режет ему руку ножом. Компания сбегает с места происшествия. Посмотри, нет ли кого сзади, и давай рули. Ва Сигаран представляет робота на конференции по робототехнике. Чити показывает, что умеет танцевать и владеет кунг-фу. Такие роботы стократно увеличат мощь нашей страны. После конференции Чити рисует портрет Саны и развлекает дам. Шива говорит девушкам не обращать на него внимания, так как у робота нет кое-чего важного. Почему вы мне этого не установили? К ним подходит наставник Ва Сигарана, профессор Бура. Он пытается выведать у Чити информацию о его нейронной схеме. Но тот отвечает, что информация засекречена. Сана хочет взять себе Чити на пару дней, чтобы тот помог подготовиться ей к экзаменам. Тем временем профессор Бура пытается создать своего боевого робота, но у него ничего не выходит. Я увел в тебя 800 тысяч кодов, а ты путаешь пистолет с булкой. Робот в ответ начинает любить пол, а потом пытается открутить профессору голову. Дом Саны – счастливое место, где живут только женщины. Мужчинам вход туда запрещен. Сана говорит, что Чити не мужчина. Я робот. Скорость 1 терагерц, память 1 зетабайт. Робот начинает готовить и убираться в комнате. Потом он сканирует учебники по медицине и помогает Сане с учебой. Им мешают мажоры из соседнего дома, включив громкую музыку. Чити дистанционно разносит музыкальный центр на куски. А потом они уничтожают все источники громкой музыки в округе. Парочку вандалов атакуют местные жители. Но робот притягивает их оружие магнитом, превратившись в божество, и все начинают ему поклоняться. В итоге Сана не успевает подготовиться к экзамену, однако Чити предлагает свою помощь. Робот сидит в сквере, надиктовывая правильные ответы по Wi-Fi. Его замечают преподаватели, и он сдает Сану с потрохами. Я его не знаю. Робот понимает, что люди врут ради своей выгоды, но все равно помогает девушке, проецируя ответы через дыру в потолке. В поезде к ним пристают оставшиеся без музыки меломаны. Они выбрасывают сумочку Саны в реку. Чити прыгает за ней. На встроенных в ботинках роликах он догоняет поезд. Меломаны вооружаются примитивным оружием без железа, и начинается лютый замес. У Чити садится батарея. Меломаны выкидывают его из поезда. Они собираются надругаться над Саной, снимая для ютубчика весь процесс на свои телефоны. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Чити подзаряжается оголенным проводом и бросается в погоню. Продолжается лютый замес. В конце концов, Чити успешно выносит всех меломанов. Ученый чинит робота, а Сана говорит, что если бы Чити был человеком, она бы ушла к нему. Ва Сигаран привозит свое изобретение на экспертизу в Институт робототехники. Он предлагает использовать его для нужд армии. Эксперты задают Чити вопросы, и он успешно проходит все испытания. Бора приказывает Чити бегать по стенам и атаковать ножом своего создателя. Он говорит, что робот не отличает друзей от врагов. Извините, доктор, мы не одобрим его. Ученые Чити проезжают мимо объятых пожаром домов. Ва Сигаран приказывает роботу спасти людей из огня. Поначалу Чити хорошо справляется с заданием. Ва Сигаран с гордостью демонстрирует свое изобретение репортерам. Однако Чити вытаскивает из пожара голую девушку. Та от стыда пытается убежать от толпы, но ее сбивает грузовик. Триумф Чити оборачивается трагедией. Ученый хочет научить робота человеческим чувствам и просит Бора дать ему месяц от срочки на испытания. На меня давит Министерство обороны. Они требуют, чтобы вы прекратили свои исследования. Ассистенты хотят переметнуться к Бора. Тот говорит, что позвонит, когда не понадобится. Ва Сигаран пытается научить робота чувствовать, однако все его усилия ни к чему не приводят. Но тут на помощь приходит удар молнии, после которого Чити начинает испытывать эмоции. Если я бесполезный мусор, то и вы тоже. Что ты сказал? Ва Сигаран пытается научить робота чувствовать, и говорят, что у ее подруги сложные роды. Чити предлагает свою помощь и мастерски извлекает ребенка на свет. Бора говорит, что одобрит робота. Ассана от радости целует Чити. И у того происходит... Сбой системы. Ночью во время подзарядки Чити начинает фантазировать о Сане. Он пробирается к ней домой и просит снова его поцеловать. Она говорит ему, что сделает это, если тот поймает комара, который ее укусил. Чити бежит за ним, но у реки натыкается на целый рой комаров. Он находит среди них нужного и требует, чтобы тот извинился перед Саной. Но комары выдвигают требования. Объяви нас национальной птицей. Дурак, ты не птица, ты насекомая. Услышав отказ, комары яростно атакуют Чити, но терпят поражение. Чити относит нужного комара к Сане, и тот извиняется перед ней. Сана целует робота. И у него в микросхемах вырастают цветы и начинают летать бабочки. Оказывается, Бора заключил контракт с международными преступниками, но не успевает сделать роботов в срок. Злые дяди недовольны им, но в конце концов дают ему отсрочку. Поэтому ему жизненно необходима нейронная схема Чити. Ученый выбирает подарок на день рождения Саны, Чити тоже хочет купить подарок за его счет. Робот говорит, что теперь ему нужно выплачивать жалование за работу. А потом они прихорашиваются к празднику перед зеркалом. А кто поведет машину? Вы. У меня выходной. Они дарят девушке одинаковые подарки. Но Та надевает колье, которое подарил Чити. Восигран ревнует и заявляет, что женится на Сане. Чити приглашает девушку на танец. И хочет поцеловать ее. Но профессор вовремя отталкивает робота. Тогда Чити заявляет, что любит Сану. Однако Та отвечает, что они не могут быть вместе, так как у него нет кое-чего. Разве секс главное в жизни? Девушка говорит, что отношения между человеком и роботом противоестественны и приказывает Чити стереть все воспоминания о ней. С Чити связывается профессор Бора и предлагает ему переметнуться на его сторону. Тот отказывается, но не говорит об этом разговоре Восиграну. Ученый представляет робота военным и приказывает продемонстрировать свои боевые навыки. Но тот грезит о Сане и проваливает испытания. Ученый в ярости уничтожает труд всей своей жизни. Чити умоляет не убивать его, но Восигран в гневе сносит роботу голову. Чити отправляется на свалку. Ассистенты рассказывают Бора, что робота выкинули на помойку, и тот едет его забирать. Тем временем Сана и Восигран готовятся к свадьбе. Чити восстанавливается по частям, и пока Бора ищет его на свалке, робот забирается к нему в машину. Бора ремонтирует Чити и вставляет в него особый чип. Я дал ему деструктивную мощь, сотни человек. Обновленный Чити любуется своим отражением в зеркале. Шива говорит, что у Саны и Восиграна сегодня свадьба. Чити врывается на свадьбу, избивает ученого и похищает Сану, по пути убивая нескольких полицейских. Он угоняет машину и увозит Сану. Полиция бросается в погоню. Чити с помощью своих способностей раскидывает мотоциклистов, а потом переворачивает две фуры с газом и взрывает полицейские машины. Но все же у полицейских получается поймать беглецов в клещи. Чити, как настоящий джентльмен, прикрывается машиной, в которой сидит девушка, а потом с помощью магнитного поля разоружает полицейских и расстреливает их из всех стволов. Чити привозит Сану в лабораторию Бора и заменяет себе простреленный глаз. Военные просят ученого остановить разбушевавшегося робота. Восигран связывается с Чити и приказывает ему вернуться, но робот говорит, что больше не подчиняется его приказам. После чего он грабит ювелирный магазин, торговый центр и даже угоняет у военных грузовик с оружием. После чего он похищает цистерну с горючим. Военным удается взорвать машину с вертолета. Восигран осматривает остатки робота и говорит, что это не Чити. Оказывается, все четыре ограбления произошли одновременно. Восигран приходит в лабораторию Бора и находит там его тело. На записях камер наблюдения он видит, как Чити создает множество своих копий. Бора говорит, что ему нужно выполнить заказ на поставку роботов. А когда Чити отказывается помогать ему, угрожает убить Сану. Чити с помощью своих клонов обезоруживает Бора, а потом убивает его. В новостях сообщают, что роботы захватили Институт искусственного интеллекта, убив всех охранников. Чити привозит Сану, и те приветствуют его, как своего фюрера. Он ведет ее в спальню и заявляет, что они будут здесь жить после свадьбы. Сана говорит, что это невозможно, но Чити отвечает, что он хорошо подготовился. Наше дитя станет первым робо-сапиенс. Ну что, любовь моя, начнем? Сана от услышанного теряет сознание. В это время Восигран маскируется под одного из роботов, чтобы проникнуть в цитадель Чити. Он привозит своей невесте ужин, отключив робота-охранника. Ученый говорит, что у него есть план, и Сана должна его придерживаться. Военные отключают в городе свет, а Сана в это время зажигает свечи и говорит Чити, что поняла, как сильно он ее любит, и она готова ответить взаимностью. Пока они танцуют и поют, у роботов садятся батареи, и они отключаются. Чити останавливает проезжающую машину, убивает водителя и подзаряжается от аккумулятора. Остальные роботы тоже совершают набег на машины. Чити находит каплю крови и понимает, что Восигран находится внутри, так как у Саны другая группа крови. Он решает найти и убить засланца. Для этого Чити приказывает своим копиям крутить головой. Так он находит ученого. Чити хочет застрелить его из пальца, но внезапно врываются военные и начинают расстреливать роботов. Роботы совершают слияние в гигантский шар, ощетиниваются пушками и расстреливают солдат. Робо-колобок выкатывается на улицу и продолжает бойню, ловко уворачиваясь от пуль и снарядов. Затем он трансформируется в робо-пирамидку и уничтожает военные вертолеты. В это время Восигран взламывает одну из копий. Роботы трансформируются в робо-кобру и пожирают полицейские машины и последний вертолет. Ученому удается внедрить в систему Чити вирус. Робо-змей разваливается на части. Но тогда они сливаются в единого мегатрона и позируют перед военными. В это время Восигран и Сана убегают, а мегатрон следует за ними, уничтожая по пути военную технику. Ученые запускают программу размагничивания. Мегатрон рассыпается. Тогда роботы встают на ролики и продолжают преследование. Ученые ловят Чити в огромный магнит, выключают всех роботов и достает красный чип. Суд приговаривает ученого к смертной казни. Однако Чити показывает доказательства, что во всем виноват Бора. Тогда Восиграна оправдывают, но говорят, что он должен демонтировать робота. Чити разбирает сам себя, а спустя 20 лет детишек водят на экскурсии к его телу. А что вы думаете об этом фильме? Напишите, на что еще сделать пересказы. Скоро увидимся.